В Армавире действует порядка 30 заводов и фабрик. Объем отгруженной продукции позволяет городу входить в десятку лидеров региона и занимать шестую строчку. В прошлом году на Армавирском машиностроителем заводе началась реализация экономического проекта, основанного на инвестициях, призванного создать новейшую продукцию в области транспортного машиностроения. Один из примеров действенного импортозамещения – уникальный изотермический грузовой железнодорожный вагон. Его выпуск стал возможен благодаря перевооружению и обновлению производства в соответствии с современными требованиями. Осматривая не имеющий аналогов в стране вагон, губернатор отметил, что завод стабильно развивается, четко реагирует на рыночные запросы. Вы сегодня не просто развиваетесь, вы четко реагируете на спрос рынка. Это очень важно. И вот этот вагон, который стоит сегодня, если бы на нем не было на русском языке написано, я вам честно скажу, я подумал, что он импортный. Такого он качества, такого внешнего. Вчера, может быть, такого у нас все не было. Там главное, чтобы внутренний рынок, все перевозки такого типа осуществлялись именно в вагонах Армавирского машиностроительного завода. Запустить в производство вагон-термос, объем которого составляет 120 кубических метров, должны до конца этого года. Глава края выразил уверенность, что эти вагоны будут востребованы в целом по стране, а благодаря их выпуску увеличится количество рабочих мест и поступлений налогов. Побывал глава администрации региона и ВОО «Аполлинария». Более 10 лет фабрика выпускает пользующиеся спросом на предприятиях Кубани «Гофрокартон» и «Таро». Еще одно из городообразующих предприятий – завод «Кубанькабель». Здесь выпускаются разные виды кабеля. Генеральный директор обратил внимание губернатора на то, что сегодня есть проблемы со сбытом из-за обилия фальсифицированного товара. Наша продукция, она немножко иная. Она по уровню выше получается, чем кабели, те, которые зачастую закладываются в проектах. Она уже по уровню выше. Ну и вы подстраиваетесь под рынок. Невозможно рынок под вас не подстроиться. То есть, вы сидите на рынке, востребована численная категория кабеля. Значит, ну что ж, вы пустите другую, иную категорию кабеля, и в этом случае вариваетесь в рынок. Или уже там попытайтесь за него побороться. Агрессивнее, умнее, гибче. Вот это сегодня принцип успеха, если хотите, выживаемости в рамках сегодняшнего, в целом рынка. И регионального, и, конечно, страны. А вы вам максимально поможете. В этот же день губернатор Кубани провел в Армавире заседание Совета по промышленности. Речь шла о том, что региональный департамент промышленной политики уже подготовил и утвердил изменения в краевую госпрограмму по развитию промышленности, включающие новые мероприятия и увеличение объема ее финансирования ежегодно до 100 миллионов рублей. Однако этого явно недостаточно ни для приобретения нового оборудования, ни для реконструкции предприятий. Именно поэтому губернатор заявил о необходимости создать фонд промышленности края с объемом порядка миллиарда рублей. Фонд будет оказывать поддержку не только крупным предприятиям, но и средним и мелким. Выберите приоритетное предприятие промышленное в крае, которым на самом деле реально оказать вот эту самую господдержку. И вот в них вложимся. А если всем сразу кашу на царелке размажем, как в народе говорят, и ничего не будет. Сегодняшние задачи по импорту замещения, именно по импорту замещения, диктуют нам вектор сегодняшнего движения, вектор сегодняшнего развития, в том числе промышленности. Потому что сегодня отчасти российский рынок переформировается. И мы должны принять активное в этом участии, активное, кроссовский край своим промышленным потенциалом. Необходимо создать фонд промышленности края, наполнить его по итогам года примерно миллиардом рублей и активно наступать по линии развития нашего институтного промышленного потенциала края. Ресурсы экономики края необходимо перезапускать, используя в том числе и материальную базу предприятий банкротов, подчеркнул Вениамин Кондратьев. Мы не можем ждать и не можем превращать наши бывшие большие или малые заводы в площадки для строительства домов. Они с коммуникациями, они хорошие, они где-то уже в центре города оказались, коллеги, это преступление. Перед жителями края, когда в площадке с инфраструктурой, с коммуникациями, мы обращаем где-то быстрые деньги. Но теряем еще огромнейшие деньги для того, чтобы и жизнь была, и экономика развивалась, и рабочие места были. Кубань по праву считается сельскохозяйственным флагманом страны. Однако рассчитывать на славу промышленного центра регион тоже может и должен. Для этого в крае есть огромный потенциал. Марина Белова, Евгений Халманских, служба информации канала РЕН-ТВ Армавир.